Друзья, ну все, прошел я алкотестер, все, на больше 110 можно разгонять штрафы, короче, штрафы не придут, вот в этом фишка автотрека. Пампические эмоции, еще раз повторюсь, это вам не езда в городе. Ну что, всем привет, любители путешествий, а у нас начинается интересное событие. Я прохожу мимо главной трибуны Сочи автодрома, это что означает, это что означает, это означает, что у нас с вами будут покатушки по Сочи автодрому. Да, ну и главное то, что мы будем ездить не просто на спорткаре в городской среде какой-то, где ты не разгонишься, а ты ездишь именно по гоночному треку, по легендарному гоночному треку, где выступает Формула-1. В принципе, это легендарный трек, уже стал, вошел в историю. Ах, круто! Не, гоночный трек это одно, а просто снять машину это совсем другое совершенно. Сейчас мы с вами навалим, главное не убраться в стену ни в какую. Вот, я как бы постараюсь поставить рекорд круга. Так, друзья, ну что, я оплатил, соответственно, мы едем сегодня на Порше Каймане. Каймане стоит 14 тысяч практически. Первый круг едет, соответственно, водитель, а второй круг еду уже я. Здесь самая крутая, это, конечно, Lamborghini 25 тысяч, ну 26 тысяч, вот она. 911 тоже круто, конечно, ну тоже практически двадцатку стоит. Ну а мы с вами едем на таком более или менее среднем варианте за 14 тысяч в мастер-класс на Каймане. Вот, смотрите, можете нажать на паузу, можно выбрать какую-либо из машин, как такси, вас могут просто прокатить, вы не за рулем. А можете вот выбрать на красный ценник, это, соответственно, вы за рулем уже едете, нажимаете на паузу, смотрите, даже GTR есть еще. Я что-то его на сайте не видел. Итак, друзья, ну все, прошел я алкотестер, все нормально, сейчас мы с вами поедем, уже подогнали BMW, девушка поедет на BMW, я поеду на Хаймане. Сейчас посмотрим, как это будет выглядеть, это М4, ну как я вам рассказывал, соответственно, первый круг едет мастер, да, то есть инструктор, точнее, да, инструктор показывает, как нужно ехать трассу, приезжать, а потом мы уже пересаживаемся и едем сами за рулем. Ну, крутая, тоже М-очка-то такая. Вот подкатывает и наш кайманчик, Porsche, так выглядит. Сначала я сажусь, соответственно, в пассажирское сидение, давайте я его сейчас покажу вам со стороны, со всяких сторон. И сейчас на нем прокатимся, блин, давно я мечтал на Porsche, конечно, прогоняться, конечно, это не 911, но с этого некоторых ракурсов очень даже неплохо выглядит, да. Смотрите, насколько низкая машина, мне она практически, я не знаю, по пояс. Сейчас, опа, ой, ковши, садимся. Здрасте. О, так у меня ничего себе, кто пилот. Первая, а была, кстати, девушка же, да, в Формуле-1 каталась, не помню, как ее зовут. В Формуле-1 была единственная девушка, и вот вторая тоже появилась, смотрите. Класс, вообще супер. Вот главное, педаль газа мы резко не бросаем, и резко нигде не нажимаем с поворота, чтобы нас не выставило боком. Рулем мы тоже не дергаем. А, кстати, там эти антибрикосовочные есть, какие-то АБСы? Все есть, все включено, ничего не отключается. Но при этом все равно, резкие движения никаких не делаешь, потому что я может выставить. А ручником на бок? Ручником на селекционный. Ну, я хорошо шутил. Ну, вот, по педлену мы едем 60 километров, не знаю, вот, Валена, насчет трека, какие ограничения? Можно превышать 110, как бы, больше 110 можно разгонять? Штрафы, короче, штрафы не придут. Вот это фишка автотрека. На самом деле, можно... Я вас попрошу дальше сконцентрироваться. Да? Все, сейчас я завершу мысль. Вы можете снять тот же самый Porsche и кататься по городу, но это будут совсем другие эмоции. По треку будут совершенно другие. Мы поехали. Ух! 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 Ааа! Вот это шутка! Ага! Вот это айон, айон вообще! Класс! Супер, вообще! Как партнесский! Вот это шутка! Оооо! Так, ну все, мы меняемся местами Блин, ну конечно, Алена дает Неожиданно, очень круто Прикатились, и я, конечно, так не смогу Вжаривать, ну супер вообще Отлично Так, ну, блин, такая красавица Не знаю, все, руки сейчас будут мандражировать Попробуем Попробуем Мне понравилось, конечно Ну как Алена будет Я понимаю, не, я понимаю Как получится, криво, косо, как бы не важно Главное, конечно, дать безопасность для нас Я Алене даю в руку камеру Сейчас поснимает ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Очень супер. Ну, понятно, что, видите, ну, Алена как бы за меня отвечает. И Алена отвечает за машину. Безопасность, там, все дела. Превыше всего. Это все понятно. Вот, поэтому, блин, Алена гоняла. Вот круто. Я хотел в стиле Алены прокатиться, но Алена не дала в стиле Алены прокатиться. Ну, круто. Нет, Порш меня порадовала. Я прям захотел эту машину. Ребят, давайте попробуем на стримах собрать на машину на такую. Гонять каждый день на такой машине. Кайф. Просто офигенно. Ковшины. Видите, какие копши? Блин, я мечтал всегда на Парше прокатиться. Большое спасибо, кто помог, кто на стримах донатил. Хотя бы не на постоянную основу, а на время вот такого тест-драйва. Моя мечта сбылась. Теперь мечта следующая. В 911 прокатиться. И мечта на Ламбе потом уже. То есть я понимаю, что я готов к 911, и я готов к Ламбе. К сожалению, они, конечно, понимают, что я не профи. Они не дают мне вжарить. А я как бы рекорды ставил на картинге в свое время. Вот, поэтому, ну, круто. Не, мне очень понравилось. Супер, машинка супер. Пишите в комментариях, как вам такая гоночка. Алена, к сожалению, не снимала, прям как я ехал за рулем. Она на коленку себе подставила. Она очень боялась, переживала, что я очень сильно топлю. Друзья, вообще, в принципе, советую всем прокатиться. Кто любит автомобили, хоть даже на Renault Clio здесь есть спорт. Я, в принципе, катался до этого не за рулем. Я катался в такси. И такси совершенно другие эмоции. Самостоятельно, когда едешь, блин, за кайф. Я впервые по гоночному трепу проехался. Можно хоть на М2 прокатиться. Это будет более дешевый вариант. И самый дешевый, по-моему, 7 тысяч стоит прокатиться на Renault Clio. Блин, бомбические эмоции. Еще раз повторюсь, это вам не езда в городе. В городе это совсем другие совершенные эмоции. Это прям вот аттракцион, как будто машина времени. Не машина времени, а американские горки. Вот ты прям ездишь, перегрузки туда-сюда. Но видите, к сожалению, до конца не давали мне прям распрямить, распустить машину. Но все равно это круче. Это гораздо круче, чем вот те горки, которые там вдали люди катаются. Одну минуту. И, блин, только страх. А здесь прям, сколько, 2 минуты. И полный кайф, полный кайф. Ну все, мы покидаем боксы. Собственно, здесь это, кстати, где мы заходили, где мы. Здесь находились боксы Мерседеса. Собственно, Мерседес в Формуле 1 в последнее время безбожно рулит. Сколько там, 7 сезонов подряд прям всех рвет в площади. Супер, очень круто, очень, очень круто. Невероятно круто. Ну, блин, конечно, всего один круг за рулем. И когда тебя вот так вот осекают, то здесь давай раньше тормозить. Здесь я чувствую, что можно гораздо позже. Я чувствую, что можно больше газа дать. Она не давала, не давала. Ну, понятно, говорю, здесь она сама сказала, что трек опасный. И если где-то ошибку допустить, то здесь уберешься в стену просто. Потому что здесь зоны безопасности по сути нет. Если там на Москва Рейсуэй есть зона безопасности, если ты там ошибся, ты вылетишь на газон. Здесь ты уберешься в стену. Это, безусловно, опасно. И учитывая, что она сказала, что машина новая, ну, сами понимаете, даже не новую машину стремно ушарахать. То есть она тоже, наверное, винчерка будет ответственность. Поэтому у нее задача осекать, осекать, осекать. Вот, ну, нет, все равно. Мне все равно очень понравилось. И это просто бомбисимо. Это просто охренисимо.